Кирилл, отношения Баку с Западом ухудшаются? Если да, на какой почве? Ну, я вижу ухудшения с США, в первую очередь. Отношения с Евросоюзом, они, скажем так, тоже, конечно же, динамичны. Но с Евросоюзом у США, у Азербайджана намного больше торговли, в первую очередь нефтегазовой, поэтому там ухудшать достаточно сложно. То есть, сложно ссориться с Азербайджаном, когда он, ну, мало того, что поставляет газ, а теперь он может выступить важным, скажем так, поставщиком еще и российского газа. Если будет вот эта договоренность с Украиной, судя по всему, она готовится. И если Евросоюз согласится на это? Ну, по всей видимости, ему это нужно, потому что сложно придумать другую схему для поставки газа в Словакию и Австрию. То есть, вот эти вот страны самой центральной Европы, которые отделены от других стран горами, там вот эти Альпы, Карпаты, сложно туда как-то иначе провести газ, чем через вот этот знаменитый советский газопровод. Да, но что? Да, действительно, я видел вот эти все тревожные заявления по поводу США. Ну, это идет с начала года. Сначала, как вы помните, в самом начале, еще зимой, были задержания в Баку, как говорили, активистов, оппозиционеров, связанных так или иначе с США. Вот, было предотвращено какое-то заседание выпускников американских вузов в Баку. Это было достаточно комично, на самом деле, но, тем не менее, это произошло. Потом Баку демонстративно обижался на посла США за то, что он отказывался ехать в Шушу. Потом он таки в Шушу поехал, записал видео, что ему очень нравится. Вот, и вообще город отстраивается, и я всем доволен. Ну, а дальше что? Дальше, действительно, пошли какие-то заявления из Конгресса, что, в общем-то, неудивительно. В Конгрессе всегда была достаточно большая часть политиков, которые, так или иначе, защищали интересы Армении. Можно называть это армянским лобби, можно это называть, не знаю, вот такими чистыми сторонниками демократии. Всегда любая демократичная сторона лучше не демократической. Вот, ну, письмо, которое было опубликовано, которое так жестко раскритиковал Ильфам Алиев, меня оно, если честно, не впечатлило. Ну, что такое? 60 конгрессменов, 11 из которых сенаторы, остальные, получается, члены палаты представителей. Ну, это не то число, которое может, которое обеспечивает, что называется, проходимость документа, да? То есть, это намного меньше половины от членов Конгресса. То есть, таким числом принять документ нельзя. Ну, и в принципе, если честно, представить себе санкции США против Азербайджана на нынешнем этапе достаточно сложно в это как-то трудно поверить. Поэтому, скажем так, мне кажется, что в Азербайджане по большей части опасаются какой-то поддержки со стороны США в пользу своих там оппозиционеров. Поэтому, собственно, вот когда было заседание в парламенте Азербайджана, то главными доводами или главными рецептами решения проблемы было, что называется, еще больше прищучить тех, кто, может быть, в Азербайджане получает американские гранты и так далее. Вот, один из депутатов Сея Вушнаврузов, он сказал, вот такие люди, там, пособники США в Азербайджане, такие как Али Керемли, это известный оппозиционер, вот им не сдобровать, потом давайте закроем все программы USAID. Ну, что сказать? Это борьба с внутренним врагом. США здесь выступает как такой злодей за океаном, но как бы ему можно грозить пальцем, потому что, в общем-то, ты понимаешь, что ему сейчас не до тебя, ничего он тебе не сделает. Но зато, скажем так, можно под шумок расправиться с остатками своей оппозиции. На самом деле, этот год в Азербайджане был достаточно суров в плане арестов. Вот мы с января, потом еще летом мы видели, да, аресты людей. Это непростые времена. То есть мы вот раньше такого не видели, а сейчас это есть. Ну, немножко непонятно. После таких слаженных выборов в Азербайджане такие опасения появляются. Ну, что же делать? Выборы же... Выборы мобилизуют лишь лояльный электорат. То есть, надо сказать, нелояльные власти люди на выборы в Азербайджане не ходят, потому что там нечего ловить. За кого там голосовать? Есть, я не знаю, я знаю там шутников, которые вели для себя традицию голосовать там за последнего в списке. Ну, это, скажем так, люди же не чувствуют никакого политического представительства, поэтому они становятся несистемными оппозиционерами. Логично, что они там могут опираться действительно на какую-то западную помощь, которая в Азербайджане выведена из легального поля, как и в России. Поэтому действительно приходится прибегать к каким-то не вполне прозрачным схемам, получать деньги наличными в Грузии. И вот это вот все. Государство с этим борется. Ну, что? Государству хотелось бы, чтобы такой активности не было вообще. А она есть, тем не менее. Вот. Есть активная молодежь, которая там, может быть, учится на Западе. Вот, пожалуйста, задержан же Бехрус Самедов, да, который в Праге. В Праге жил и работал. Ну вот, вот с такими людьми будут бороться при этом под соусом того, что в Конгрессе США принимают санкции против нас. Хотя, ну, это санкции против Азербайджана, опять же, это сейчас нереальный риск. То есть, это вот такой гипотетический очень риск. На самом-то деле, позиция, ну, во-первых, сейчас вряд ли существует какая-то позиция Вашингтона по поводу Азербайджана, по поводу Карабаха, да, потому что Вашингтон занят выборами. Что будет после выборов, ну, совершенно сложно себе представить. Неизвестно. Даже сами кандидаты сейчас вряд ли скажут, что они будут говорить после выборов относительно Южного Кавказа, далеко не самого важного для них региона. Хотя, если вот рисовать контуры, то я вот прочитал заявление Камалы Сарис, она сказала, что считает главной угрозой США Иран. И так как Иран прибыкает к Армению и Азербайджану, вот можно дел строить предположение на этом, что если Иран главный враг США, то, видимо, от этого будет строиться американская политика в регионе. Да. Кстати, страсти накаляются и вокруг Грузии, Кирилл. Я думаю, Вы следите за советами в Грузии. Снова начнется процесс импинчмента президента Грузии. Риск нестабильности в Грузии насколько велик? Я боюсь, что он велик. Я боюсь, что он велик, потому что, во-первых, мы до конца не знаем рейтинга правящей партии перед выборами. То есть, сами они с гордостью говорят, что 60% мы побеждаем в любом случае, бояться нечего. На самом же деле, другие опросы дают 36%, еще меньше. Поэтому, что, поражение правящей партии вероятно. В случае поражения фактического, что будет? Ну, видимо, будут попытки фальсификации, как минимум. Мы их, к сожалению, можем ожидать. Дальше идет, включается в игру уличная политика. Уличная политика в Грузии, это, надо сказать, достаточно брутальная вещь. Мы уже видели, как это бывает. Слезоточивый газ, дубинки, все это там применяется, к сожалению. Ну, вот, поэтому, да, дестабилизация. Дестабилизация возможна. И, если честно, сложно сказать, какие козыри непосредственно у грузинской мечты после визита глав МИД Абхазии и Южной Осетии к Лаврову, да, вот это был в пятницу визит, там, скажем так, Лавров недвусмысленно закрыл тему, что Россия может отдать эти регионы назад в Тбилиси, назад в Грузию. Слухи об этом ходили около года. Но после того, как Москва сказала, что, как бы, вопрос независимости этих двух республик не стоит, он пересматриваться не будет, значит, вот козырь, важный козырь у грузинской мечты забрали. Остается что? Остается, вот, показывать на плакатах фото украинских городов. Там же в Грузии такие плакаты, что, значит, слева Мариуполь, справа Батуми. Вот вы хотите, как в Мариуполе или в Батуми. Ну, вот в этом, в этом разве что логика. То есть, что если мы поссоримся с Россией, у нас будет война. Это, не знаю, кого это убедит. Как это, как это сработает на население, мне сложно сказать. И последнее, и самая свежая новость из Москвы, опять же, Кирилл. Российские пограничники с 1 января 2025 года покинут КПП на границе Армения-Ирана. Знакомы с сообщением этим? Да, знаком. Я знаком. Мне кажется, это очень важно. Это безумно важно. Потому что здесь мы видим четкий тренд. То есть, сначала армянские пограничники приходят в Зварноц. Сначала их там вообще не было. Потом армянские пограничники становятся единственной силой, которая контролирует Зварноц с августа этого года. Там больше нет россиян. Судя по всему, идет вытеснение России с границ Армении. То есть, сначала... Или это назовем восстановление суверенитета Армении. Как на это смотришь? Вполне. Вполне. Можно так назвать. Я не вижу противоречий. Сначала на армяно-турецкой границе будут, по всей видимости, русские и армяне. Потом, через какое-то время, только армяне. Ну, а то, что КПП... Ну, знаете, достаточно вообще-то у нее странно, действительно. То есть, почему, там, не знаю, гражданин Абрамян какой-нибудь, который едет в Иран, он показывает паспорт и отдает свои личные данные, получается, Федеральной службе безопасности России. Почему? Он находится от России в тысячи километров. Это граница Армении и Ирана. Но вот так как ее полностью контролируют сейчас российские пограничники, то все личные данные остаются на руках у российских силовиков. Почему? Вот эта логика, видимо, не только я задаюсь этим вопросом, а еще и правительство Армении.